приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва мы с вами на днестре сегодня 21 октября 2019 года туман ветра нет красота вот мы с подписчиком канала все для клёва это сергей здравствуйте сергей это творческая натура личность который пишет музыку сочиняет песни играет практически на всех инструментах очень очень такой интересный человек с которым бы сегодня интересно поговорить он нам нас расскажет очень много интересным правда конечно все расскажем все покажем даже сыграем сейчас мы как раз сейчас у меня готовится песня вот для канала все для клёва вот есть у меня такая была такая мысль написать песенку вот я просмотрел очень много видео вот очень мне все нравится и пришла такая идея написать песню чтобы чтобы этот канал имелся как бы свой небольшой аудиотрек вот песня будет про дедушку днестр про снасти про наживки про хорошее настроение в общем в общем сюда про хорошее настроение вот все что было клёво супер так что надеюсь может быть даже и в этом ролике эта песенка уже появится досмотрите до конца это видео о и там как раз вот подготовьтесь и под самый финал полкишок и пошла песня супер друзья не перематывать наконец видео перематывать не смысла потому что сейчас как раз середине видео будет еще один интересный момент так что надо да значит мы ловим на по два удилища у нас как бы больше не нужно приехали вот с утра мест на действие немерено то есть можно приезжать смело и ловить главное приезжайте все две недели и пораньше и вот с такими пакетами да да и вот с такими пакетами ну это у нас уже такая фишка мы постоянно с такими пакетами приезжаем вот собираем свой мусор собираем чужой мусор но стало чище намного стало чище всем так субботник проводили год не грала намного чище у сергея макушатник да сергей макушатник и потап а макушатники потап чистый стандарт понятно санха днестрада нет стандарт все для клево все для клево правильно вот у меня два паука будет один будет видим акушатника 2 с фидерной оснасткой такой с длинным поводком попробую сделать и будем пробовать червяка парыш и так далее пока было темно мы нашли бровку и ее немножко прикормили прикормливали пелецом я сделал микс пелеца чеснок и гороха такой вот и добавил прикормку тоже fish dream карась чеснок добавил туда немножко ликвида то есть у нас получилась такая чесночно клубничная гороховая смесь скажем так она так выглядит и на такую вкусняшку пробуем сегодня половить будем надеяться что будет карп лещ карась тарань на крючок будет цеплять опарыша уже вылазить уже на червя вот такой подлесик давай посмотрим на что он там взял ну кормушечка паук кормушечка паук ну видите да нижняя губа маленький крючок классика и два парыша два парыша ну подлесик такой хорошенький хороший да да то есть грамм 400 может да нормально хороший хороший с крупного карпа поймать очень тяжело потому что как бы конец осени и сезон уже заканчивается поэтому на всякий случай на будущее ну как вариант знать просто сейчас ставить большой крючок вообще нет смысла вот вот крючочек который правильный манюсенький какой красавица бананчик такой красавица это у нас получается анаконда а тифоновый до 12 номер за да вот такой еще такой будет идеальный вариант то есть для того чтобы поймать леща карася мы такой чуть поменьше рыбу чем карта да вот такой вот маленькие бананчик то есть если например я себе представлял что вот это вот манюсенький то он большой то это получается больше да вот на такой ключ крючок мы летом ловили карпа о как да она все полотна как раз под подлещика будет нормально супер сейчас прямо даже можно на волосяную оснастку либо просто ой друзья с утра кофе на утреннем днестре это же бомба главное пейте без сахара ощутите настоящий аромат кофе но я как-то как-то раньше пил с сахаром но сейчас уже перешел без сахара как бы понял что в моей жизни достаточно сахара обычно ну допустим я раньше ловил на обычные крокодилы 24 ну как как ноги здесь на внизу и до дала вот но практика показала что длина хорошая да но немножко тяжеловатый поэтому я и дедула идея до дубовеньки пришла идея купить импульсы 2 но легкая палка вот 27 отличная палка я если честно когда вот кстати очень важный момент есть такие рыбаки но люди которые вот допустим вот он смотрит что-то видео какое-то да где-то в найти смотрит вроде палка нравится но пощупать ее и понять как она состоит какая не конструкция этого невозможно пока сам не пощупал я точно такой же был долго думал покупать не покупать потом когда взял в руки оказалось что именно этот спиннинг обыкновенно подиум конструкция простая очень удобный хорошо бросает два и 7 3 метра достаточно одни страшно и по деньгам недорого то есть получается на первую бровку в принципе да согласен недорогой абсолютно классная классная палочка сергей покажи мне что там у тебя за снасочка так вот значит чистая макушатый до чистый макушатый куру жена или дорог что это кукурузка кукуруза но уже и подушат она чуть-чуть ну нормально чего мы просто будем вранную буду менять крючок потому что наверно большеватый хотя десятка большеватый да надо поменять и смотри я хочу посоветовать вот есть такие клипсы с юбкой есть они у меня да вот они лучше лучше да знаешь почему когда она вымывается тут дырка получается такая от этой клипсы оси с юбкой то она как бы приглушает эту дырочку и сейчас чтобы не чтобы не было вопросов наших телезрителей вот да абсолютно правильного тогда вот она лучше чем вот это на есть они мне вот здесь и заряженная сейчас я поменяю все и открытие мы занимаем чем вы занимаетесь все прохлада значит живой город белгороднестровский так у нас в нашем городе белгороднестровский семейный ансамбль фамилия наши цуркан вот мы самого детства выступаем концерты везде выступаем в общем свадьба делать свадьбы играем так друзья кому нужна свадьба пожалуйста обращайтесь все играем вот в данный момент занимаемся фестивальными концертами вот я сейчас познакомился с ребятами с общественной организации рыбацкий край белгороднестровский вот есть на первый причал туда приезжает на рыбалку там проводим соревнования фестивали приглашаем коллективы вот провели уже много фестиваль много фестивалей много рыболовных турниров провели вот в прошлом году сделали детский сейчас будем готовить для женщин ухты так что да мы готовьтесь вот но в принципе вот так вот и жизнь протекает то есть выступаем гастроли приехали домой вот на рыбалку попали сорвались вот так вот все кстати сергей меня приглашал на рыбалку туда когда у вас был фестиваль да да когда у нас был турнир да турнир ну ничего у нас в следующем году начинаются турниры так что там и детский будет в общем работа непочатый край друзья смотрите канал это конечно для клёвого он все покажет а там будет все клёво козлик козлик а последнее путешествие наше было мы работали сейчас гастрировали по аляске вот с канады выходили и получается по аляске вот у на большом поезду круизном лайнере вот мы играли там были европейцы были немножко наших иммигрантов но основном конечно американцы и китайцы есть вот люди танцуют моим играем все очень нравится вот но между делом там же море там ездили рыбачить но и мы всегда когда допустим туда летим мы сюда с собой сумку берем маленькие небольшие удилища с катушкой ну вот либо наматываем шнур ну скорее всего шу шнур потому что там салман серьезный хищник вот и берем с собой маленькую коробочку блесен то есть это все можно спокойно перевозить на это не обращает внимание вот приехали допустим есть время свободное вышли на озеро вот там начинает значит у нее у салма найдет жор начинается с июня месяца вот и и спокойно можно ловить маленькое удилище там насколько там надо 210 2240 разложил пупу покидали одну хорошие экземпляры окунь морской тоже но таких хороших размеров зачем я хочу сказать очень важный момент если допустим собираетесь путешествие то берите с собой наверняка в магазине у саши есть небольшие галочки на катушками очень удобно кинул себе в сумку вещевую поехал то есть на неделю едите семью к примеру там решили поехать путешествовать палочка есть пейк-пейк покидали интересно конечно да есть такое удилище именно для путешествий да да это очень и очень важная тема почему потому что на большую палку то не повезешь неудобно с ней ты никуда в багаж и не сдашь ну да вот багаже поломать вручную кладь она не влезет в этот самый а так собой сумку кинул то есть на аляске тоже в принципе везде где были что youtube канал сюда клево смотрели это вообще скажу даже больше что во время игры во время работы даже умудрялись смотреть потому что ну просто ты начинаешь смотреть вот и ты понимаешь тебе надо на работу но ты хочешь знать что уж там дальше все таки саша вытянул того карпа или нет поэтому это надо было досмотреть во время работы конечно смотрели ночи тоже во первых интересный материал это ты смотришь то есть ты живешь ты находишься где-то в другом месте например но мысленно ты находишься дома то есть на днестре вот здесь то есть в этой атмосфере конечно вот и как-то мы даже дурковали брали на вот эту маленькую маленькую удочку цепляли у меня даже с собой был где-то самый потап вот уже я брал с собой снастику какие цепляли просто закидывали дурковали типа а еще снимать делали еще видео значит добрый день дорогие друзья мы сегодня с вами на пятьдесят первом километре аляска были такие приколы за но интересно интересно не она вдохновляет поэтому кто еще не подписался друзьям и подписывайтесь однозначно очень интересный материал все есть все можно понять да спасибо это очень очень серьезная оценка дошу крути все выкручивать сука каждый человек для себя может найти все ответы на свои вопросы так же самое как и делал это я посмотрите если камера конечно передает человек приехал вроде как не бедный до форт куга да вот приехал вот такой еще и как будто последний хрен без соли доедает надо бутылки кучу спиннинга вот не по не проймешь этого человека мы с ним уже разговаривали я ему объяснял что нужно как-то соблюдать нормы вылова нет нет для таких только только нужно чтобы рыбнадзор патрулили приезжали и страховали только тогда можете понять что когда по башке банк ну да ну сколько человеку надо ну две палки ну внутри максим больше не надо ты не уследишь это одно не усидишь а второе ну ты же приезжаешь отдыхать ну конечно они работают пошли если поставить 6 палок ты не отдыхаешь ты работаешь нет это беготня не те кто хочет похудеть например то есть вы можете взять себе большой участок территории поставить палки но без крючков просто чтобы не кормить рыбу да для развития так ну не смысл вот две палочки сел себя ну вот и рыбачишь очень удобно я не хочу обидеть старшее поколение но но в большинстве этих случаев вот такие торбохват это вот люди старшего поколения почему-то вот я так заметил такую тенденцию вот привыкли знаете как все рук колхозное всего как ничьё вот помнят еще как при советском союзе бери хапа и забирай чем больше тем лучше вот вот это вот ну примерно так и осталось до современные современные рыболовы переходит уже более на кто допустим выбирать направление фидер на понятное дело что там одна палка ну дверь ну просто много будет одно и ты следишь ты кормишь очень много карповики допустим внутри максимума не 033 палки это на днестре него остался царе 1 2 3 4 5 6 7 8 это вот 8 он поставил уже этих бутылок 8 бутылок он 9 еще на берегу да еще на берегу будет ставить 56 удилищ куда это ему то есть вот чтоб допустим телезрители понимали те кто не были на днестре буквально вот на один километр расстояние вот мы насчитали 300 банок на один километр но сколько могли увидеть вот насчитали 300 вот этих банок бутылок до бутылок да помимо этого еще на берегу кучу спиннинга да вот откуда возьмется просто где рыба очередь приезжает допустим на водоем и горит я хочу половить карпа но его нету откуда он возьмется ну где живу столько взять тузиков я в шоке просто на базар приходишь и такие маленькие тузики зачем их вообще брать ты к сожалению не все это понимают все это понимают рыбы нету и что самое интересное человек приходит в магазин он оставляет денежку покупает одну там удилище леску то есть денег стоит катушку но приезжает на рыбалку в надежде на то что-то поймать а в результате ничего нету почему не то что рыбы нету рыба есть я вам скажу больше просто не смотрит канал сюда ну да надо его смотри да я я вам скажу значит есть в город есть в польше есть такой город называется устрики дольная и там вот этот наш дедушка днестр начинается вот с такого ручейка на горе я там был очень большая река но рыба есть любом случае к нам в лиман заходит сейчас когда немножко там погнали ребята сеточников так рыба зашла начали ловить карп подошел и карась как бы ну надо надо просто ну не надо столько много кидать зачем тихонечко все работать тебе 23 фидерка пэк 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 и все там акушатники ну пять удилищных согласен чтобы это как-то дошло до людей а как вот тут сколько ему надо рыбу чтобы он наелся вот сколько козлятушки ребятушки гряди задний да значит . начала работать до душу на одну точку прикормил да вот такие откуда делаете ловит же маленький крючочек да и кучу кучу опарыша тут три штучки да и опять же кормушечка я парень паук но с очень удобный монтаж и не путается и не путается абсолютно ни одного запутывания не было сколько уже было бросков для многие говорят о том что она далеко не летит точно не летит точность определяется клипсы на катушке дальность силой заброса поэтому я не знаю нормально налетит на рыбалке у многих рыболов есть такая тема как покурить это это очень сильная не растут такой этот понимает и закурить сигаретку закину вот она но дело в том что дым от сигарет будет выдержим потом берем наживку она передается да вот рыба это очень сильно ощущает поэтому есть предложение бросать курить правильно друзья я бросил курить я курил около 20 лет и бросил курить стаж хороший не надо заканчивать с этим делом потому что она кстати бросил курить очень интересным вариантом ехал как-то в командировку в киев на машине и была у меня аудиокнига легкий способ бросить курить алленкар да алленкар да 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 и вот я ее просто послушал за эти четыре часа или за пять пока я ехал послушал и и просто тупо бросил курить и больше я не курил она спасая на чудовище вымирает хорошие тренингер на кто еще не пробовал алленкар по легкий способ больше курить хороших почитать почитайте и либо скачать ее в интернете внутри материала очень валом видео если конечно алленкара я прослушал и вот ну какое-то время там уже дня два не курил потом ну просто у меня была обстановка такая что не дома скучаешь за домом хочется покурить хочется вот такой что тут надо конечно не оговорки это все бред да вот но вообще надо будет еще раз перечитать и все-таки до окончательно бросить абсолютно оленкар это хорошая книга да читайте ну давай ну чё я я не буду вас снимать я вот так встану вот сюда и вот туда будут направлять вот туда да вот туда направляем и вот вы выходите сказать вы же знаете да правило любительской ловли правильно то есть что не больше трех килограмм не больше пяти крючка на у вас тут 8 8 там и на берегу сколько 33 вообще пока стоит 1 ну понятно будет 3 сюда и того 11 это с учетом того что спадном в каждой снасти по одному крючку но там же не по одному крючку по одному да ну хорошо пусть по одному это нормально нет я считаю зачем тогда вы это делаете рыбу поймать блин ну так нормальное количество крючков то есть на то которое положено разрешено не пробовали 5 почему не пробовал это у меня новый раз вот я поставил себе вот поставили в этом два удилища здесь и три банки там ну вот 5 вот чем так не сделать есть предложение сделать что немножко другой монтаж хитрый монтаж многие его знают поставим уберем акушатник вот значит поставим сюда отвод самый обыкновенный почему эти отводы потому что но было такое мнение что эти отводы хорошо держатся на течении то есть они падают как бы держат под плечо вот но это чисто для пробы я не знаю насколько у меня это сработает она или нет на всяком случае комбинировать надо что-то пробовать качество в общем да сюда кормушка и значит бусинка вертлюжок и поводочек небольшой сколько сантиметров 8 до 10 сантиметров попробуем на крючок поставим гранулу попробуем если на гранулу не возьмем значит попробуем поставить чего а не будет он отпугивать за ролика трубка но на нее многие ловят не знаю давайте попробуем прошлый век ну ладно пробуйте очередной встречи с прической с прической правильной до причем положено с усиками с усишками красавец лещи конечно в этот ранечко можно а козлик да раньше когда-то давно играли болгарские свадьбы вот по наших селам по региону вот и такой был обычай значит люди гуляли тогда раньше сейчас до 12 свадьба заканчивается раньше было там до 6 до 7 утра гуляли до рассвета ну и молодые когда уходят уже там часов 12 час ночи ложатся спать идут себе все провожаем марш все ушли вот ну и посаженные родители там или на нашу это кто-то идут с ними следят что там и как происходит как только у молодых все уже произошло все у них хорошо было там но по своим всем делам то выкидывали выкидывали значит такие ведра вот это означало что все у них все у них произошло потом бежали туда в палатку рассказывали что все умолодят классно накатывали и разбегались именно красные ведра не от не важно кого цвета главное чтобы она была треснута потому что если если выкинуть не треснута значит что-то дело не пошло и у нас да у нас поклёвочку класс у нас и я так понял что рыба проснулась рыба кстати прошу заметить на часах без пяти десять без пяти десять да то есть раньше приезжать и вообще смысла нет 10000 мы спешим на танцы с тобой сейчас будем легендарная каша отсюда клево да о такой же тоже садов чуть чуть крупнее ну а парик был пожирнее вот ну да класс ты кошки есть нет попугай у них клювы маленькие не хапнет а вот он и таганок это знаменитый вот же шум вот правильная сумка такая очень удобная кстати сумочка вот таганочек кемпинг класс очень удобно не надо уже костры и жечь вот это вот на кострах портить алюминиевую посуду да потом жена не знает как это дереть ты там что-то куховарил значит тебе и тебе чеси да да очень удобно кстати классная вещь а вот что самое интересное вот здесь вот на этом столе происходит интересные вещи александр расскажите пожалуйста людям зачем вам шприц да но можно этим шприцом немножко наколоть опарика а и он будет привлекательнее для рыбы он будет немножко пузать это по принципу когда лягушку надували через вот вроде бы три параши да вроде все три одинаковые они вот два одинаковых а вот это немножко вот розовенький видела да а цвет меня да я его чуть-чуть сделал привлекательнее чем и еще сразу же может быть возник вопрос что именно в этом шприце что за гид и потому что обычно всегда так но лично у меня вы я допустим смотрел бы спрашивал блин а что же там было мы сюда добавили а этот же ликвида получается полу нычка ну вот теперь как бы полная картина ясно интересно интересно хитрость да но пожалуйста вообще вы знаете дорогие наши телезрители вообще меня выгодно брать я могу пораскрывать да то есть что за что где-то не покажет и я могу увидеть не просто у нас на самом деле сегодня такая поучительная рыбалка поэтому мы но много общаемся по снастям вообще по каким-то хитростям маленьким там что добавить что не добавит он такой интересный сегодня но мне лично интересно я лично познаю потому что ну с таким профессионалом но это просто нужно нужно у него узнавать учиться пока есть такая возможность самое главное друзья самое главное это не забывайте брать с собой такой пакет чтобы можно было в него слаживать сразу весь мусор только что у вас в руках появилось что ненужное чтобы у вас даже мысли не появлялась бросить на берег или куда-нибудь в кусты понимаете сразу в пакет оп и все эти бутылки я сегодня одну бутылку раскопал для того чтобы в нее кидать окурки да то есть ну здесь понятно здесь в аллее не буду еще собирать они валят а бутылки просто попрятали в песок тысячу лет разлагается стекло вот это тысяча лет представьтесь потом ребенок будет идти с маршом приехали раз допустим вот это тоже не могли забрать да ну да кстати классное ведро значит у кого-то что-то получилось класс но это вообще интересный вариант ладно пускай ему больно ему больно да кстати вот у меня сейчас проклевывать немножко потихоньку такие легкие поклевки на гранулу посмотрим если получится в карман классный посмотрим может гранула будет работать потому что чесночная гранула у меня работала так поклевочка была есть 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 маленький должен не нужно побольше немножко на больше на париков на парика на парик работает за нижнюю губу один опарыш вкусом клубники ну класс пасмурная погода а вот эта поклевка боятся деньги о так там уже серьезно там что-то серьезное так 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 сказал пулемет подсак нужен у леща реки ю вот эти хейлы вилкинс потрузиков пока даже красава тихо сработала гранула на гранула вот так вот до гранула гранула чесночная она возьмет это покажи класс хороший лично есть предложение попробовать и старый добрый монтаж называется лещовка либо дорожка на два крючка крючок массивный но он для специально рассчитан для пучка червя вот с таким вот жалом он хорошо зацепляет 5 вот опять то же самое но это карповый спортивный крючок на большом сейчас где карп карпа у но лишь есть тарань есть давайте попробуем если лажа мы потом переменим перевяжем хотя бы попробуем но во всяком случае на на лимане в белгороде то есть на арисовском лимане вот на такой крючок очень здоровый да это же большой но грумище ключ ключа раб я не знаю слонов будут условный водятся вдруг слоников но попробуем это перевяжем это хорошо куда делал а вдруг вдруг поймали ну хорошо короче глухая снастка я понял шо-шо-шо-шо-шо что там о еще один вещарик и слушай второе уже до красавчик на чесночную гранулу че стоишь на громово работает прекрасно да то чем чесночная за нижней губу сюда выложить даже осталась резиночка для да 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 нам окушать не молодец супер у меня тоже поклевочка что тут у нас что тут у нас тут у опять козлик опять козлик на опарыша как всегда мы делаем друзья если у нас не клюет нужно показать рыбе пример и сами покушать правильно мы будем как всегда варить нашу овсяночку овсяночка кстати от эксперт карпа с изюмчиком ой класс вот это красотища уже ем ну да посмотрел видео взял правильный пример правильно овсяночка это овсяночка это здорово вещь пища богов конечно особенности ну что то что надо медик изюмчик кашка на природе то супер да если только не учитывать подгорит наоборот не но с медиком бомба будем кушать приятного аппетита спасибо нормально ну то что запах то что подгорел нормально да придется быть ох класс друзья очередной козлик на сука очередной скажем так совет от канала все для клёва старайтесь получать удовольствие и от мелочь не обязательно там должно быть что-то там супер мупер здоровая огромная мелочевка приятная компания хорошая погода созерцание красоты природы нам это вот самое главное и получайте наслаждение и отдыхайте на рыбалке не пытайтесь там наловить кучу рыбы затарить холодильник выловить все подряд и устать это самый неправильный путь главное это кайфануть и отдохнуть отпускайте маленькую рыбу друзья пускать дедушка днестр вам даст больше но немножечко покрупнее лещик дал видите только до слова о том что нужно маленькую пускать дедушка 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 с другую покрупнее да и это правда буквально через минуту последовала поклевка после того как был отпущен маленький подлещик скажем тоже не сильно большой но поинтересней да ну такого уже можно брать ну вот лещик немножечко уже покрупнее класс друзья секретов никаких нет просто немножко увеличил насадку то есть раньше я пробовал вид на два парша сейчас на 4 тот же самый маленький крючок как бы проблем нет и кормить 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 одно место вот самое главный секрет никому не дурить очередной усатенький козлик хорошенький такой идет гулять на на прогулочке у нас в одессе такое не едят я думаю что так тяжело идет ну все тонера лещара такой огромнейший а тут красавелла вот огонь зацепился за клешню до класс кстати днестровский рак очень вкусный на больших количествах у нас поклевочка салют вам поклевку точно причем не заставлять долго ждать до столько закинул сразу поклевка прикормленное место правильно правильный крючок до на поводка да главное друзья не становитесь наркоманами которые знаете как поймал какого-то карпика маленького хочется больше поймать потом еще хочется больше еще больше еще больше и как наркомана так дозу все увеличивают увеличивались наслаждайтесь тем что дает дедушка днестр до просто процессом и создать конечно бы хвастом все туда саду опускать да так сергей что тащит да серьезно оставил червя о сарик воли шарик класс молодец оставил червя и сразу сработало ну вот она сначала для начала что было я точку кормил так сделал опять за кормов поставил червя поклевка и бобчик в торбе у нас душевная рыбалка сегодня то есть надо ставить червя я понял сейчас это же поставьте до череп начал работать причем часа два назад он был молчал да да так что ставим пучок и погнали не таранька это не таранька такая верховодочка великое жадное границ 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 макушатники был долбанула так что удочка пошла водичку на шо там на самом деле что лещик лещик хорошенький хорошенький красавчик вот на грамму друзья ну такой вот лещарик друзья заканчивать будем раскрыть рыбалку ловится 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 класс маленькая но приятно правда такие что в 20 лет уже правил обратно хай растут да что мы что-то давай норма не превышена да норма не превышена да туда же пожелание превысить практически нереально ну такие быки и шарики друзья но так вот заканчивается наша сегодняшняя рыбалка дневная считайте с утра и до на коротко рот на 3 часов до принципе я рыбалка очень доволен отлично прекрасная погода лично лечь нас клевал леворода примере мы определили что очень хорошо работает чесночный вариант границ границ и опарыш червь работают все работает то есть в принципе есть смысл ехать и ловить этого веща крючок старайтесь ставить не сильно большой и успех у вас будет главное как я вас учил экспериментируйте не идет на одно плывите на другое менять и длину поводка менять и ключочек ставьте больше или меньше то есть экспериментируйте все получится обязательно получится сегодня старались экспериментировать то есть вначале кинули на одно не клюет потом попробовали другое третье и ключик принципе мы нашли вот то есть кукурузная макуха и просто гранула обыкновенная чесночная работала очень отлично получили море удовольствия сегодня впервые с александром мы с ним познакомились попили кофе поговорили отличная атмосфера прекрасный замечательный днестр погода кому-то то скажет не очень погода не солнечная но у нас душе солнце например у меня то есть мы получили море удовольствия лично от себя хочу пожелать не пропускайте вот там есть колокольчик нажимайте на него прямо сейчас и узнавайте больше вот будьте с нами и смотрите этот замечательный канал еще хотел бы спросить сергея по поводу каши вот он никогда не кушал овсяную кашу ну очень редко скажем так твоей жизни да да скажи мне как тебе каши каша супер вот такая маленькая рекомендация обязательно берите с собой кашу вот варите с утра это такое наслаждение супер просто то есть изюмчиком медиком ой класс овсяночка просто бомба да очень вкусно да теперь я буду так делать постоянно и вам советую если видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал все для клевого но мы прощаемся с вами до скорости слева пока все хорошо ну что александр давай это самое может быть все таки дадим возможность людям услышать то о чем мы сегодня говорили песню да ну что ж а сейчас песня это именно для тех кто остался до конца слушаем видишь колокольчик в нижнем правом углу нажимай скорее будешь знать что к чему и едем мы на днестр карпа ловить постараемся сегодня вас удивить с вечера готовлю к юшке свой котелок собираю снасти будет супер денек спиннинги катушки и кормушка паук в настроение клёвом проведу я досуг все для клёва это клёва реки озера и душевный покой на рыбалку едем и снова дедушка днестр ждет нас с тобой все для клёва это клёва реки озера и душевный покой на рыбалку едем и снова дедушка днестр ждет нас с тобой и 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 а и и и